Приветствую коллеги, это аналитика в лётных рынках и торговые идеи от компании «Этикмилов» и сам я, Артур Идиатуллин. Всю прошлую неделю американский доллар у нас был в таком сильном даунтренде. В понедельник нащупил опору, отскочил от минимального уровня с начала марта. В процентном отношении изменения небольшое, меньше 0,1%, поэтому даже оскоком это на самом деле назвать нельзя. Друзья, хотелось бы сегодня разобрать данные комиссии по торговле товарными фьючерсами в США. Это данные COT, вот эти Commitments of Traders. Они показывают нам позиции крупных игроков во фьючерсах на каждый вторник. Выходят эти данные в пятницу, появились эти данные, мы с вами их будем разбирать. Нас интересуют валютные фьючерсы, это у нас фьючерсы по основным валютам. Показатель, который мы разбираем, это сколько процентов у нас оставляет позиция спекулянтов от общего открытого интереса. Почитайте, что это такое вообще открытый интерес и позиция спекулянтов, чтобы понять лучше, о чем идет речь в этом видео. Значит, мы будем разбирать основного конкурента доллара, европейскую валюту. Собственно, на прочей неделе мы видим изменение на 1,9% в этом показателе. Да, то есть у нас было, получается, 10,1%, стало 12%. Это как раз-таки сколько позиции спекулянтов составляют у нас от открытого интереса. Нужно заметить, что это существенные изменения, недельные изменения для европейской валюты. Это нам говорит о том, что есть у нас, действительно, у нас есть изменение настроения по евро после затяжного с квизовым, так сказать, длинных позиций. В целом, я напомню, у нас считается, что тренд по евро-доллару восходящий, но вот внезапное укрепление доллара, которое вот тут сколько месяц, да, у нас продолжалось, оно вот поставило быков в затруднительное положение. Сейчас вот мы видим, вот исходя из вот этих изменений, недельного изменения в чистой длинной позиции спекулянтов, мы видим, действительно, что у нас крупные игроки присматриваются к европейской валюте. Если мы говорим о том, есть ли вообще куда этой у нас позиции расти, чистой длинной позиции спекулянтов, есть ли куда расти или нет, мы с вами должны рассмотреть этот показатель в контексте того, где он находится, как далеко он находится от среднего, как далеко он находится от стандартного, от своих стандартных отклонений. Собственно, для того, чтобы это понять, мы с вами берем вот эти показатели недельные, вот выборку, да, историческую, вычисляем по ним некоторые средние и вычисляем по ним стандартные отклонения. Наносим их на график и смотрим, где у нас вот это вот значение находится. Собственно, вот на этой части графика это и приведено. Вот эта черточка, это у нас вот это среднее. Значит, вот эти границы, это у нас, как мы видим, плюс-минус одно стандартное отклонение. Это вот насколько сильный разброс получается от среднего у нас идет. Одно стандартное отклонение, это как раз-таки, будем так говорить, у нас разброс, где примерно 66% у нас держится, всех наблюдений у нас держится вот в этом диапазоне. Диапазоне плюс одно стандартное отклонение, минус одно стандартное отклонение. Собственно, мы видим, что вот текущее значение 12%, оно находится, оно составляет меньше одного стандартного отклонения. На самом деле это очень далеко от экстремального уровня. Ну, экстремальный уровень вообще считается, вот когда показатель заходит за два стандарта отклонения. То есть, если мы нанесем, собственно, с вами, условно, вот здесь будет второе стандартное отклонение, ну, плюс два стандарта отклонения, вот от среднего, да, вот здесь, плюс два стандарта отклонения, минус два стандарта отклонения. Если у нас этот показатель забегает куда-нибудь сюда, тогда мы уже говорим о каких-то, о каких-то экстремальных уровнях. Сейчас же, сейчас же мы видим, что у нас этот показатель находится даже меньше, ну, на расстоянии от среднего меньше, чем одно стандарта отклонения. Это нам говорит о том, что длинным позициям спекулянтов по европейской войне еще есть куда расти. Сейчас нельзя говорить, что там евро сильно перекупили. И, наоборот, во фьючерсах мы с вами видим вот следующую картину, что, рассматривая вот в исторической перспективе, у нас, в принципе, позиции длинные спекулянтов по евро далеки, очень далеки еще от экстремальных уровней, и им есть еще куда расти. Говоря о краткосрочной позиции, у нас по евро-доллару складывается следующая ситуация. Значит, особого рвения у нас покупателей замечено не было. Если мы посмотрим после теста уровня 1.21, мы вот здесь нащупали, собственно, какое-то вот сопротивление, да, упорство продавцов, и мы сейчас вот здесь вот корректируемся. На мой взгляд, основное движение у нас запланировано на среду. Почему? Потому что у нас намечено заседание ФРС, Федеральной резервной системы США. Будет оно уточнять у нас монетарный курс, курс монетарной политики. Главный вопрос, стоит ли нам ждать сворачивания QE, точнее, не сворачивания, а вот какое-то уменьшение объема скупки активов месячных. Почему рынок постоянно ждет намеков ФРС на это? Это потому, что у нас экономика восстанавливается, и ФРС делает очень нехарактерные, на самом деле, заявления и шаги, в плане того, что говорит, что она не будет корректировать монетарную политику, не будет корректировать стимулы, покуда она не увидит перегрева в экономике. Но рынок, собственно, этому не особо верит. Продолжается у нас спекуляция того, что все-таки ФРС внезапно укажет на то, что в менее отдаленном будущем программа QE, количественное смягчение, она будет понемножку уменьшаться, то есть будет уменьшаться, собственно, стимулы. В целом у нас европейская валюта черпает стимулы также из-за положительных новостей, которые у нас есть по фронту фискальных расходов. Я напомню, у нас по евро, смотрите, по еврозоне у нас есть европейский фонд восстановления, такая штука очень интересная. Это что-то типа фискального стимула в США. Сейчас там вот этот переговор, собственно, о том, принимается ли этот фонд, вот этот пирог, на который скидываются все у нас европейские страны, как его тратить, кто будет основным бенефициаром, будет ли вообще у нас этот фискальный стимул. Появились у нас положительные новости по данному направлению. Собственно, это у нас вызвало следующую динамику в европейских бандах. Если мы посмотрим, собственно, что у нас происходит с доходностью дальних облигаций европейских, мы с вами берем бенчмарк, это доходность немецких бандов, основной долгосрочный бонд еврозоны. Мы, собственно, видим, что он у нас с начала апреля вновь возобновил рост, движется он у нас к локальному пику, к пику этого года. Это уровень, примерно, минус 0,21%. Собственно, мы снова с вами движемся, как минимум, к тому, чтобы пробить вот это сопротивление. Евро для евро, конечно же, положительные новости. Почему? Потому что, когда у нас растет, собственно, доходность по бандам, это привлекает иностранных инвесторов. И если повышенный интерес иностранных инвесторов к европейским активам, в том числе фиксированной доходности, это автоматически означает больше спроса на европейскую валюту. Поэтому внимательно следить за тем, будет ли дальше развиваться вот эта вся история с доходностью в европейских бандах на фоне того, что у нас есть прогресс в этом европейском фонде восстановления. Если да, то, конечно же, это еще один фактор, который будет поддерживать европейскую валюту. Как я уже заметил, у нас индекс доллар умирно корректируется сегодня, как мы видим. На этой неделе у нас, как я уже сказал, стоит ожидать заседания ФРС. ФРС плюс, плюс, смотрите, у нас тема восстановления, вот этого глобального восстановления, который все обсасывают, муссируют, мы с вами о ней тоже поговорим. На самом деле у нас есть один график, который показывает, что тема восстановления является еще актуальной. Это график у нас цены на промышленные металлы. Мы с вами здесь взяли, получается, фьючерсы на железную руду. Это у нас показатель. И фьючерсы на медь. Это у нас показатель. Собственно, мы видим, что с начала апреля у нас цены на промышленные металлы, цены на фьючерсы, будем говорить, на эти промышленные металлы, они у нас растут. Обычно рост фьючерсов на промышленные металлы, он не происходит, если нет позитивных ожиданий по поводу роста спроса. Так что если мы видим с вами, что фьючерсы у нас растут на промышленные металлы, это нам однозначно говорит о том, что есть ожидания, это отражает ожидания того, что спрос на металлы будет расти, а куда же без ожидания глобального восстановления, куда же ожидания того, что будет расти спрос на металлы? Конечно же, никуда. Поэтому, собственно, эта тема восстановления, она сейчас, как мы видим, из этого остается актуальной. Если мы с вами видим, что по ценам на металлы будет какой-то разворот, будет какое-то снижение, тогда уже стоит беспокоиться. Пока что мы, наоборот, только ползаем вверх. Тема восстановления глобального, она остается, естественно, основной. И это поддерживает у нас спрос на риск, поддерживает и, конечно же, является негативным для американского доллара, потому что, ну что сидеть в защитных позициях, что сидеть в долларе, если есть у нас глобальное восстановление и где-то за рубежом активы предлагают более высокую доходность. Что сидеть в американском долларе, если есть где искать большую доходность. Тема доходности двигает у нас рейнгом, поэтому если вот эта идея глобального восстановления остается у нас актуальной, то доллар у нас будет оставаться под давлением. Значит, на этой неделе у нас также вот эта идея глобального восстановления может поддержать следующие данные. Конечно же, это у нас где-где ВВП. ВВП США за первую кварту очень учительный показатель ожидается 6,1%. Вот это показатель по рынку труда, недельные данные, да, число первичных заявок на последовательные заработки. Ну и, конечно же, у нас есть данные по недвижимости. Там сейчас на самом деле происходит сильный ажиотаж. Если хорошими темпами в США растет рынок недвижимости, если эта картина у нас остается нетронутой, неизменной, то, конечно же, это говорит о том, что основной локомотив роста США сейчас будет двигать восстановлением и в остальных частях света. Поэтому тема глобального восстановления получит еще больше аргументов, да, в свою правдоподобность. Также, также, смотрите, на этой неделе у нас остается, что еще нужно, на что нужно обратить внимание. У нас остается первое выступление Джо Байдена в Конгрессе, будет оно также у нас в среду. Как ожидается, появятся у нас больше подробностей по налоговой реформе в США. Я напомню, да, Байден у нас предложил повысить налоги на богатых, повысить, прежде всего, налоги на прирост капитала, то есть на инвестиции. Попытаться он хочет сравнять с налогами на труд, то есть на заработную плату. И если у него это получится, то это в среднесрочной перспективе, конечно, негативный эффект произведет на рисковые активы, на активы на фондовом рынке. Это снизит привлекательность для иностранных инвесторов, потому что доход, полученный от удорожения этих активов, он будет облагаться большим налогом. Поэтому, собственно, это удар по привлекательности фондового рынка в США. Поэтому, так как есть налоговые планы, так как Байден собирается объявлять по нему больше деталей, то, скорее всего, подробности, которые он озвучит, они будут негативными для рисковых активов. Поэтому ориентируемся на то, что ближайшие к выступлению у нас пойдет либо вявая, либо такая негативная динамика по рисковым активам в США. Это нужно иметь в виду по рисковым активам одно из основных событий на этой неделе. Собственно, на этом я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. И если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, если вы хотите видеть новые обзоры. А вот, на этом у меня все. Всего доброго. Торгуйте профит. Субтитры сделал DimaTorzok